Игнатий Тихонович, мир вам слышно? Меня видно? Да, смысл, слышно. Игнатий Тихонович, Бог милует вашими молитвами и помогает. Тут недавно такое было, но в общем, я вам перестала даже звонить, писать, потому что, в общем, опять нашла очередное свое вранье в нашем чате. Ну а вы, люди, это просите молиться? Это что? Я удержимый духом злым, помолитесь обо мне. Я о вас каждый день молюсь. Я прошу, конечно. Ну вот я не вижу тут никак. Русский кто-то открыто говорит. Мне же запрещено в чате разговаривать целый год. Ну не разговаривайте, я не говорю разговаривать, а мне-то вы могли сказать? Могли сказать. Ну мы молимся. Я говорю, что каждое утро я ваше имя поминаю перед Богом. Моль. Ну вот так. Вот тут знаете, что произошло? В общем, я когда перестала писать в прошлые же разы, я всегда вылетала из вашего чата, несколько раз пропадала. Почему пропадала? Не потому что там что-то невыносимо было. Просто, казалось бы, сиди, молись и изучай писание. Так нет же, не получается. Почему не получается? Не получается потому что просто писание начало на меня так действовать, что оно просто начало меня стягать просто как палками. Я выходила, потому что оно меня обличало. В этот раз я опять зашла и сначала, ну как бы, очень большое было утешение от того, что я вообще здесь и на молитвах, я везде как бы стараюсь быть и всё. А потом, в общем, с каждым днем опять становилось как будто всё сильнее, вот это вот, что Слово Божие меня хлистало просто буквально кнутом каждый раз. И не только здесь оно стало так действовать. У нас есть тоже занятия на приходе, которые у нас вот тут. Вот. То же самое, абсолютно. Просто хлистает как кнутом и нет спасения. Я сама открываю, когда вот читаю сама главы, несколько раз открывала на порождении Ехенины, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Несколько раз я открывала на этом месте. Я даже проверила, может быть, там какая-то закладка или ещё что-то замялась. Нет, это две разные книги были. И дважды или трижды я вот открывала на этом. И потом захожу на нашу вечернюю молитву, которая 8 часов. И здесь читается постоянно же Слово Божие тоже. И читалось 1 Коринфянам 13, ой, то есть 1 Коринфянам 3 глава 14 и 15 стихи с толкованием. Вот. И меня просто после этого накрыло. Я просто, не знаю, разразилась слезами вот от этих строк. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Сам спасётся, но как бы из огня. И после этого вот мне пришло такое, что я вам сегодня написала. Терпение, опытность, от опытности надежда. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. Как будто всё другое стало. Всё по-другому стало. Я очень долго к этому шла. Люди будут задавать вопрос, а что ты никак не могла? Неужели трудно вот так вот припасть на колени, покаяться перед Богом? Это же не очень сложно. Так нет же, было сложно, потому что дела злые, к свету идти не хочется. В своём липком навозе намного теплее и комфортнее кажется. Высунешь оттуда голову? Ну да, вроде хорошо, но страшно оттуда вылезать. Очень страшно оттуда вылезать. И потом вот благодаря тому, что молится и благодаря тому, что вот здесь постоянно читается Слово Божие, всё-таки это произошло. До этого просто вообще никак не могла покаяться, ничего не могла сделать. А до этого ещё было. Я же в январе написала, ну в общем, написала комментарии там и всё касательно миссионерских отделов и всего. Потом ещё разговор был. Я говорила про себя, но он был очень зол на меня. За что был зол? Потому что это всё относилось не только ко мне, но по сути и к нему, и вообще ко всем. Потому что, ну иначе никак. Он это всё прекрасно видел и понимал. И вот уже сколько времени прошло, это, наверное, в январе было, и до сих пор на меня зол за эти комментарии. А я бы никогда не вышла на них. Ни за что бы, никогда бы против Слова даже не сказала. Просто было некоторое задание от них. Я им просто вышла и сказала, я так, я так жить. Не собираюсь, больше вообще никогда не буду. Мне противно. Больше никогда не пишите, не звоните, вообще забудьте этот номер, больше и с вами всё, точка. Я не выхожу, не комментирую, ничего, не это самое, не смотрю никаких, никаких вообще нигде отношений. Ну и там в ихней группе я тоже оставила свои комментарии. А почему я так сделала? Я по сути, по сути своей такой же трусливый человек. Я бы никогда на них не вышла. Я их боюсь, потому что тоже. Но было дело, почему я так сделала? До этого я читала Евангелие от Иоанна. Я помню, какие главы читала. С 13 по 17 главу. И после этого у меня пришло такое ощущение, ну как сказать, независимости, свободы вообще от всего. Я поняла, что я их не боюсь, меня их мнение не интересует. Меня не интересует еще каких-то людей. Меня не интересует ничего. Мне сейчас надо из этого выбраться, мне сейчас надо им сказать. И поэтому я сразу просто беру, пишу. И потом, когда они начинают уже разбираться, что и как, почему ты так себя ведешь, я им уже отвечаю. Что вот так вот. Потом я посмотрела, думаю, как ты это сделала? Этого никак не могло быть. И вообще, что ты натворила теперь, как бы, ну просто головой. А страха перед ними нет никакого абсолютно. Что и как. И вот такое ощущение, что, ну как вот, совсем по-другому сейчас жизнь складывается. Даже заходишь, я то же самое, захожу в группу. Меня так же, Слово Божие обличает, но оно меня милует одновременно с этим, милует. Все по-другому стало абсолютно. Я не знаю, как это сказать, что это такое, как это произошло. Но все по-другому стало. И опять вот это ощущение свободы, как тогда, после того, как вот были мной прочитаны эти строки, и я вышла на миссионерские отделы. А они теперь выходят на батюшку, и ему говорят, чтобы со мной разобраться. Они никак не могут этим успокоиться, что я им сказала. А я не про них говорила, я же говорю, я про себя говорила. А он говорит, ну такой духовный поиск. Он ничего не говорит им. Он знает, потому что, как надо говорить. И о чем с ними говорить. И, в общем, даже не знаю, что еще добавить. И всю жизнь я считала, ну как, у нас покаяние какое-то странное. Я не знаю, у всех так православных, или только у меня так. Ну, где-то посожалеешь сердцем, пойдешь на исповедь. Дальше опять зароешься в свой навоз, из него не вылазишь просто. Потом опять высовываешь голову, опять пришел на исповедь, опять принес. Опять зарылся в свой навоз. И такое ощущение, что это колесо, вот это греха, крутится все с большим ускорением. Вот так вот дьявол его разворачивает. А давай-ка побыстрее. Может быть, и с каждым грехом оно быстрее, быстрее, быстрее крутится. А конец его прилетает в ад, и потом, к сожалению, уже поздно что-либо делать. И так проходит вообще вся жизнь. Что вы, помощь это вам какую оказать? Вы все знаете, Евангелие считаете, молитесь, посты соблюдаете. И вот это ваш крест несите терпеливо. А так говорить, а говорить, а Христа тоже оговаривали. Что храм разрушит. Апостола Павла, говорит, гнали пророков всех. Так что приготовьтесь к этому. Если вы будете Бога благодарить, Господь и болезнь может устранить. Только благодарив всегда, получил или не получил, Златоуст говорит. Если ты молился, а не получил, ты Бога делаешь должником. Вот как еще надо рассуждать. Я еще раз повторяю, у нас записывается все, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против, но здесь есть некоторые вещи, которые не знаю, как выставить в интернете. Не нужно, у меня же написано, что не надо говорить, не нужно это. У нас все записывается, все выставляется. Вреда от этого никогда не было и не будет. Потому что мы же не собираемся там править или убивать или что-то. Это наша работа. Вот вы когда здесь, я вижу, вы только как начинают молиться, вы всегда утром до конца бываете? Ну, я когда как бываю. Я бываю иной раз ночью, иной раз утром. А иной раз и так, и так. Могу выйти, меня может выбить просто. У меня очень связь плохая. Я сейчас выбирала место, чтобы можно было как-то немного хоть поговорить. Ну, а вот, когда нет, все нормально-то, картинка-то есть, а вы-то здесь или нет? А где я могу быть? Ну, тут один у нас есть священник, он забыл выключить-то. Ну, и только подключился и сразу лег спать. А я потом ему говорю, ты, батька, что же, лег спать-то где-то он? Да как? Видели? Да вы не выключили видео, а я и видел все дело. А картинка-то дает видимость, что он здесь. А его нету, он уже отдыхает. У меня тоже так бывает. Подключился, в это время они сейчас пришли, за мной срочно надо там отнести. Ну, я не буду же отключать-то. Пришел как раз к концу. Так что-то у меня очень занятое время. Очень и очень. Лишний раз зря уже не тревожьте. Сами молитесь, вы все знаете, как вам говорить, когда у вас Евангелие есть. Библию считаете. Ты ни на что не смотри. Считай, молись, проси у Бога, дар слез. Плащ, пасы соблюдай. Кому нужно помочь, чтобы с родителями было хорошо. Не все так бывает, как думаешь где-то. Вот у меня сколько врагов, это ни у кого столько нету. У меня не два, не три, а тысячи. Притом злобное до смерти. Почему? Значит, Господь знает. Это награда. Когда нападает, говорит, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Так что, а сегодня на меня сколько нападало за день, это высказать нельзя. Притом люди, которые получали только добро. А сатанелые совершенно. Всякую пакость, говорят, и где я не был, там, ну все, что попало, огородят и все. Еще это Николай выходит у меня. Ну вот так, сестра, держись. Вам Бог открывает это. Будь мирная. У вас имя-то мирное. Такое будь мирная. Больше слушай. Никому ничего лишнего не рассказывай. Скажи, что нужно, открывай Евангелие, начинай читать. Евангелие. Ну вот так, отхожу с Богом. Я просто зашла поблагодарить и сказать, что происходит, что Бог покаяния задел. Ну, что уж Бог даст. Мне с утра там сказали, нужно там малину подтянуть. Там еще что-то было. А колышков-то нету. И теперь я залез куда-то там, напилил. Острогал. Все время-то идет. Только зашел, сейчас опять говорят. Прислали посуду для батюшки. Он на этой неделе, в субботу уже приезжает. Надо все переносить. Сколько людей, которые в плену. У которых болезни исцельные. Вот вчера только сообщили, Ольга, которая помогала ей. 38, что ли, лет она умерла. Здесь у нас, в сообществе. Рак. Но она до конца была твердая, уверенная такая. Перед Господом все. Ну, за нее молимся. Вот сегодня у нас одна тут, Галя, она ездит как проводница. А дочку в это время отвезли в другой город. Такая редкая болезнь. Какие-то там, бедня, при рождении было не так. Теперь надо все разрезать. И где там все нервы припечь. Как спаять или что-то. Ну, говорили, хотели в среду делать. Но сегодня сделали операцию. Но больше мы от нее ничего не получали. Она от наркоза отходит. Да ей всего лет, наверное, 15. Мы помолились за нее. Звать ее Агния. Мать ее Агнюша зовет. Вот так. Мирная. До свидания. С Богом. Храни себя. Береги для Господа. Береги для Господа. Береги для Господа. Береги для Господа. Береги для Господа.